Друзья, всем привет на канале Просто Германия. У нас сегодня рубрика тур выходного дня. Я бы сказала сегодняшнее видео, это будет не тур выходного дня, а тур выходной недели. Такой себе небольшой отпуск. Куда же мы сегодня отправимся? А мы отправляемся в горы Шварцвальд. Высокий Шварцвальд, Хох Шварцвальд. Это земля Баден-Вюнтерберг и район города Фрайбург. В 30 километрах от города Фрайбург находится знаменитое туристическое место Ноэ штат Титизе. Это место знаменито тем, что в этом городе есть огромное пресное озеро, которое является наследником Большого Ледника. Это большой источник пресной воды. И, соответственно, это туристическое место. Туда приезжает много туристов. Ну и плюс к этому вокруг этого озера расположено большое количество туристических баз, оздоровительных баз и огромное количество таких домиков, которые вы можете снять на выходные дни и провести там прекрасно выходные, наслаждаясь видами Шварцвальда, горами Шварцвальда и изучая окрестности. Ну и вокруг этого озера, естественно, есть масса различных развлечений от кровеческих музеев до всевозможных каких-то туристических троп или возможности канатной дороги. Зимой там есть огромный спуск для тех, кто катается на лыжах. То есть там представлены все виды спорта в зависимости от сезона. Летом это туристические походы, а зимой это катание на лыжах. Естественно, вокруг этого города небольшой доступности есть тоже туристические базы, горнолыжные базы, канатные дороги и так далее. Ну здесь, конечно, если вы приезжаете к этому озеру, в зависимости от погоды, оно вам показывает разные стороны своей красоты. Если это дождливая похода, оно серое, но все равно прекрасное. А если солнечное, оно играет всеми красками и показывает свои лучшие стороны. Купальный сезон, можно сказать, круглогодичный в зависимости от возможностей вашего организма. Есть два пляжа вокруг озера. Один пляж, где в основном фотографируются туристы и стоят на прокат лодки и катамараны. А другой пляж городской, к нему нужно немножко пройти. И там вы можете позагорать в тишине, искупаться и выпить местное пиво или чашку бодрящего кофе. Но давайте все по порядку. Сейчас вы видите это озеро с горы Фельдберг, до которой надо еще добираться около 8 километров. То есть там кажется, что это вблизи, на самом деле там достаточно много места. То есть если вы потратите день, чтобы подняться на ближайшую гору, вы увидите вот такой прекрасный вид. Как добраться до этого места? Ну естественно на машине, к железнодорожному вокзалу приехать. И там есть огромная площадка, она парковочная площадка, она конечно же платная. Или же общественным транспортом, поездом. Это дешевле всего, я считаю. Не надо заморачиваться машину, куда девать, парковать. И от Фрайбурга, от Фрайбурга находится этот город в 31 километр, да, по указателям. То есть там недалеко и очень легко добраться общественным транспортом. Там, по-моему, раз в два часа ходит поезд к Тетизея. Ну а Тетизея, там также идет в разные стороны поезда. Там в зависимости от того, что вы хотите посмотреть. Ну например, к Шлухзея тоже вы можете доехать там буквально 10 минут. Ну а Шлухзея мы поговорим в следующем видео. Конечно же, в этом городе есть и кинотеатры, и театры, и масса санаториев на разный кошелек. Да, есть и очень старые, и помоложе, и, в общем-то, на разную ценовую политику. Естественно, там есть какие-то музеи. Ну в музеи вообще редко ходят. В основном все туда приезжают, чтобы насладиться вот этими видами этого озера. Сделать фотографию на фоне этого озера, покататься на кораблике. Ну и, естественно, купить сувениры. Вот это, что вы сейчас видите, я показываю. Я думала, что это какой-то сувенирный магазин. Оказывается, это туалет. И он оформил фотографии, таким изображением женщины в местном таком наряде. У них вот такой своеобразный наряд, они носят вот эти головные уборы с такими помпонами. Ну, в данном случае она в черном, значит, это уже замужняя женщина. Вот есть масса вот таких вот всевозможных отелей. Красиво они оформлены так, в своем таком своеобразном стиле. Очень много всевозможных лавок сувенирных. И на берегу самого озера туда-сюда плавают утки, которые ждут, что туристы покормят их какими-то сухариками, кормом или хлебом. Они такие уже наученные. И когда туристы приходят, они обязательно подплывают к берегу, смотрят на туристов, которые кормят их этим хлебом. Ну, то есть утки такие непугливые, и они, в принципе, готовы идти на контакт, чтобы, ну, если их кормят, да. Если они уже наелись, они отплывают немножко подальше и наблюдают за туристами, которые их зовут. Ну, если плохая погода, то, в принципе, можно спокойно посидеть, посмотреть на озеро, полюбоваться видами. Если туристов много, то, по сути, как бы покоя нет, и надо немножко отходить подальше. Есть на берегу озера на прокат вот такие кораблики, катамараны. Можно сделать обзорную экскурсию по самому вот этому озеру. Кораблики есть разных видов. Есть вот такой обычный, есть в форме там пиратского такого судна. Есть катамараны, лодки моторные или для того, ну, такие на педалях. То есть вариантов есть множество. Цены вполне такие себе приемлемые. Вот, например, одна из лодок. Как она выглядит? Есть, можно сидеть сверху, можно внизу, да. Если сильный ветер и холодно, то, конечно, все спускаются вниз. Если же, в принципе, тепло, практически все поднимаются на верхнюю палубу и наблюдают за видами. Капитан ведет судно, и можно увидеть все красоты этого озера. На берегу есть также огромный кемпинг-пляц. Если у вас есть вонмобиль, то вы спокойно можете туда приехать, снять место и отдыхать на берегу моря. Там даже есть у них свой пляж. И вообще вся инфраструктура там, в общем-то, есть. И я считаю, что классно, если у кого-то есть вонмобиль, вам не надо тратиться на отель. И таким образом вы можете спокойно, в общем-то, на своем месте со своими всеми вещами отдохнуть и полюбоваться красотами. Вот, кстати, один из корабликов, пиратский такое судно. Оно просто оформлено, но тоже красиво, колоритно. Вы всегда можете выбрать, как вы хотите кататься. Прекрасные виды, прекрасно все это выглядит и в хорошую погоду, и в дождливую погоду. Ну, в дождливую погоду я бы даже рекомендовала туда ехать, потому что там туристов нет. И можно спокойно занять место в кафе, выпить кофе, съесть какую-то булочку. И, в общем-то, спокойно полюбоваться видами и покормить тех же самых уток. А когда вот такая классная погода, то там, по сути, яблоку упасть негде. Посмотрите, вода, она меняет свой цвет в зависимости от погоды и в зависимости от того, утро, обед или вечер. Ну, и утки, которые всегда ждут новых посетителей и когда же их покормят. Кстати, здесь очень много уток на берегу, и они такие-то как бы совсем одомашненные. А если отъехать от этого озера Титизея буквально 8 километров, недалеко от этого озера есть Шлухсея, оно намного больше. Там вообще очень тихо, и там нет такого количества прирученных уток. То есть, вот это Титизея, оно достаточно такое туристическое место. Буквально отъехав 8 километров к Шлухсея, вы окунетесь в такую тишину. Нет туристов, тишина и спокойствие. Вот так вот удивительно. Смотрите, это был конец весны, и в горах Шварцвальд еще лежал кое-где снег. Ну, в общем, удивительно, прекрасные виды. Летом, конечно, такого уже вы не увидите. А здесь, смотрите, все зеленое уже, и снег еще лежит. Ну, и на фоне вы видите санатории. И шикарные виды. Достаточно большое озеро, но, еще раз повторюсь, что Шлухсея намного больше. И если вы там не на один день в этом районе, то, конечно, его посетите. Я на канале есть отдельное видео, обязательно посмотрите. Ну, если вы посмотрели на озеро, можно еще заказать такую обзорную, ну, как бы совершить обзорную экскурсию по окрестностям озера Титизе на таком автопоезде. В плохую погоду, вот, он такой закрытый, а в хорошую погоду он более открытый. И буквально целый час с сопровождением, с водителем, который вам будет рассказывать, что вы видите за окном, вы будете ездить по окрестностям Титизе, и вам будут рассказывать и показывать, что вы видите за окном. Там буквально все дома, вот этот экскурсовод описывает, он там их всех знает, и рассказывает, что это, где это. Там же вам покажут, где находится гольф-поле. Вы проедете мимо знаменитого Бады Парадизе, это аквапарк. Прямо там находится Титизе. На ЖД вокзале прям перешли через дорогу, да, и находится вот этот огромный аквапарк Бады Парадизе. Там с пальмами, прям такие тропики-тропики, он открыт зимой и летом. Ну, и если вы, конечно, туда приехали, то, конечно, один день уделите посещению этого аквапарка. У нас на канале есть видео о аквапарке Бады Парадизе. Обязательно посмотрите, я там даю полный, как бы, обзор и свои впечатления. Но это такое, как бы себе, дорогое удовольствие этот аквапарк. Он достаточно дорогой по сравнению с похожими аквапарками в других местах. Ну, вот так вот все сосредоточено здесь, да, вот в этом Титизе. То есть вы за один день все это не посмотрите. Вам надо, ну, 3-4 дня, чтобы все это посмотреть. Поэтому вот я вам показываю, что есть, а вы себе сами выбирайте, если вы туда на один день приехали, что вам больше всего нравится. Или посмотреть окрестности, или по самому там озеру погулять, или что-то еще другое. Достаточно интересные вот эти виды. Вот так вот, если вы едете, смотрите, такое впечатление, что ты у себя там на родине, да, в Карпатах, смотришь на вот эти виды, и у тебя такая ностальгия, Карпаты-Карпаты. И с такой любовью, конечно, этот экскурсовод описывает вот эти все виды. Он прям, ну, как будто бы он прямо совсем там друг, и это все его друзья, которые приходят к нему на день рождения. Он прям любит вот это место, где он живет, и прекрасно его описывает. Есть даже совсем старенькие домики вот по этому маршруту, которые до сих пор стоят, сохранились, и они хранят вот эту историю Шварцвальта, как жили люди там 200 лет назад. То есть это все сохраняется, я думаю, скорее всего, в туристических целях, потому что в этом месте, ну, промышленности особой нет, в основном вот туристическая, да, отрасль. И специально для туристов все это сохраняется. Ну, вот едешь, вот такой вот домик, хутор, да, ну, чем вот они занимают? Там, скорее всего, что дается в аренду, могут там содержать коров и делать какой-то сыр на продажу. Ну, то есть больше там особо нечем заняться. Но виды, конечно, чудесные. Чудесные, прекрасные. И я считаю, что не надо ехать никуда из Германии, если вы сейчас живете в Германии, чтобы что-то видеть. Германия достаточно интересная страна, и каждая ее часть, она имеет что показать. Если вы находитесь вот в Баден-Вюнтерберге, это Шварцвальд. В Баварии тоже есть Шварцвальд, но он немножко другой, ну, там как бы другая часть, он немножко другой, да. В Заксоне там тоже есть горы. Тут же в Хессен вы приезжаете, тут есть Оденвальд. И эти все места, они разные, но каждый по-своему интересен. Посмотрите, как прекрасно все это выглядит. Вам не надо ехать в Альпы, у вас вот в Германии такие же Альпы. Вот там далеке пасутся коровы или овцы и огромные-огромные лужайки. Ну, великолепно. Если у вас есть, как бы, время свободное, или у вас сейчас отпуск, обязательно поедьте в Шварцвальд и посмотрите на вот эти виды. И поверьте, если вы даже сюда зимой приедете, вы не останетесь равнодушным, потому что все это занесено снегом, прекрасный, свежий воздух, леса, хвойно-лиственные, да. Ну, просто великолепно. И плюс здесь у них свой такой национальный колорит, именно вот этого места, свои продукты региональные и свои региональные праздники и костюмы. Обязательно посетите Кровеческий музей, чтобы так, как бы, окунуться в жизнь этого места. Просто великолепно. Здесь же канатные дороги и зимние трассы. То есть, если вот вы на этом поезде будете ехать, то вы увидите эти трассы. И экскурсовод вам обязательно скажет, куда посмотреть, где они находятся, обратит ваше внимание. Когда мы брали вот эту обзорную, эту экскурсию, нам не повезло. У нас сидела впереди группа очень громких туристов. И они, ну, буквально все, что они видели, они на это очень громко реагировали. И практически не было слышно, что говорит экскурсовод. Когда вот они успокаивались, то можно было что-то услышать. Поэтому мы, в принципе, не все слышали, так-так догадывались, что это и как. После того, как вы посетите эту обзорную экскурсию, вы можете опять вернуться туда, на берег этого озера и перекусить что-то. Благо, там есть огромное количество всяких закусочных, ресторанчиков, кафе мороженого. Ну, цены там достаточно высокие, потому что это туристическое место. Соответственно, цена рассчитана на то, что приезжает турист, и ему некуда деваться, и он купит эту сосиску за 5 евро, потому что это туристическое место, и здесь все стоит на порядок выше. Конечно же, прогуляйтесь по берегу вот этого озера, посмотрите на домики, на рестораны. Они все красиво оформлены, с росписями стен, с интересными инсталляциями. Вот на стене одного из домов таких есть огромные часы и инсталляция двух фигурок. Красиво расписан он шварцвальдскими мотивами, с белками. Ну, здесь, скажем так, собрано все, да, и деревья, и часы, все-таки ку-кук, да, это шварцвальдские часы. Ну, и что попробовать из продуктов? Есть у них свое мороженое, Black Forest называется. Оно заявлено, что это натуральное мороженое, из натуральных ингредиентов, и есть там вот несколько видов всякого разного. Есть на палочке, есть в такой вот упаковочке небольшой. Ну, цена, соответственно, тоже выше, чем обычного мороженого. Ну, это региональное мороженое, туристическое место. Также вот в местном кафе можно взять кофе и выпить вот такое региональное пиво. Вот так выглядит. Ну, это я пью всегда радла. Это лимонный сок с пивом. Оно такое легкое есть, безалкогольное. У них там есть, по-моему, 6 или 7 сортов вот этого вида пива. Ротхаус, по-моему, да, это называется. Это региональное пиво непосредственно этого, место, и я рекомендую всегда пробовать пиво там, где вы находитесь в Германии, именно региональное. Оно немножко дороже, чем обычное пиво. Ну, то есть, например, упаковка этого пива, там 6 бутылок, будет стоить там 8 евро. Также есть у них вот своя национальная еда. Крауд-кнопли, вот вы видите на экране. Это такая картошка с капустой. Вот сосиска, изготовленная из дичи, да, из дикого кабана даже, можно так сказать. Ну, то есть, там просто зайдите в кафе, посмотрите. Там прям можно зайти и увидеть, там мужчина на большой вот такой огромной сковородке жарит эту капусту. Вот, вильт братфурст. Это сосиска из дичи, да, из дикого кабана. И также есть очень много изделий из дерева. Вы можете купить кучу всяких досточек, там, с всякими надписями. Вот, пожалуйста, рогатки для детей в качестве таких сувениров и игрушек. Ну, и цены вы тоже видите на экране. Все достаточно дорого. Ну, в туристических местах по-другому не бывает. Все это ручная работа. То есть, это всего много, и все это можно купить. Ну, и, конечно же, куда же без магнитиков. Они тоже есть в продаже. Вот, пожалуйста, 3,90. Самый дешевый магнитик. И, естественно, куда же без часов. Шварцвальд без часов не живет. И там есть тоже магазины с этими часами. Ку-кукс, да, они называют их. Ку-кукс ООО. И, соответственно, есть они разной ценовой категории. От 50 евро и до 2000. Целый магазин этих часов. Даже если они вам не нужны, просто зайдите в магазин и полюбуйтесь на количество этих часов и как они сделаны. Вот я не знаю, где их изготавливают. То ли здесь еще в Шварцвальде, или это уже все, конечно, с Китая заводят. Ну, удивительно. Вот, смотрите, эти часы. 488 евро. Эти 1250. Ну, есть любители, которые до сих пор эти часы покупают. Кстати, у моей бабушки тоже были такие часы. Я хорошо помню в детстве. Мы приезжали к бабушке в гости, и у нее были такие часы с ку-кушкой. Ну, и масса других сувениров. Также такой изюминкой Шварцвальда являются головные уборы женщин. Они удивительные, потому что это соломенная шляпа, и на соломенной шляпе красные такие бубоны, да, помпоны из шерсти сделанные. Обычно их 14 штук, и носили их раньше незамужние девочки. По размеру и богатому убранству вот этой шляпы можно было определить благосостояние семьи и статус девушки. То есть, если красные помпоны, незамужние. Если черные, уже замужем. Ну, и там тоже есть свои моменты. Ну, и другая сувенирная продукция. Вот, например, хлопушка для храпящего мужа или жены. Есть, конечно же, варенье, которое производится здесь же. Ну, Шварцвальд знаменит своим шварцвальским тортом и шварцвальским вишневым вареньем. Естественно, есть и какие-то особенности. Вот, например, горчица с клубникой или горчица с добавлением манго. Естественно, из клубника местного производства выращенная и большое количество всевозможного варенья. Носки тоже с символикой шварцвальда с оленями, с белками и так далее. Ну, достаточно дорогие носки. 10 евро за пару или 20 евро за пару. Ну, зато огромный выбор. Если вы любите такие веселые носки, то, конечно же, здесь можно найти любые. И для тех, кто ходит в походы, и для тех, кто любит пиво с разными-разными изображениями. Поэтому, если вам какую-то надо сувенирную продукцию привезти из таких мест, здесь, конечно, есть что выбрать. Или же вы привезете из дерева, или же местную колбасу, ветчину и так далее. Если вы хотите немножко уединиться, успокоиться, то вам надо немножко пройти дальше по берегу, и вы попадете в городской парк и в городской пляж. Там спокойно, там тихо, и там нет наплыва туристов. Вообще, немногие знают об этом месте. В основном, туристы едут к тому месту, где все катаются на лодках. А основная масса, она идет дальше по берегу и к городскому парку. По указателям вы легко можете увидеть, куда вам направляться. Вы, буквально пройдя 500 метров, попадаете в тихое место, в городской парк, где есть пляж и где есть небольшое кафе, и даже такой небольшой бассейн для детей, теннисная площадка, баскетбольная площадка, площадка для детей и так далее. И если вам хочется тишины и спокойствия, просто отойдите немножко подальше, и вы попадете в тихую часть Тетизы, где сможете провести тоже спокойно себе свой день. Вот так выглядит эта часть. Огромная территория с тенистыми деревьями, с пляжем, с кафе. Там же туалеты, все там есть, все это бесплатно. Единственное, что все, что вы закажете в кафе, вам надо, естественно, оплатить. В кафе там тоже есть все, и пиво, и кофе, и покушать. Поэтому Тетизы это место, в котором я бы рекомендовала туда приехать не на один день, а хотя бы на недельку и насладиться всеми его красотами. Поверьте, там вы получите незабываемое впечатление от этого места и от того, что вы там увидите. Особенно от вот этих туристических троп в лесу. Просто великолепно. Свежий воздух, такой хвойный, да. И каждый день что-то новое. Поэтому, если вы все-таки думаете, куда вам поехать, или вам ехать сейчас в Турцию на отдых, или где-то в Германии, то выберите Германию и Тетизе. Мне кажется, по Зене будет одно и то же, но впечатлений будет намного больше. Здорово. Прекрасное место. И мое впечатление очень такое, я была очень удивлена этим местом. Мы туда ехали, я не ожидала там ничего такого, но то, что мы там увидели, и вот эта вот сама атмосфера, такого вот Шварцвальда, очень дружелюбные люди, очень везде все дружелюбные, очень вежливые. Понятно, что много туристов и все с разным доходом, но, в принципе, весь персонал, который обслуживает все это, они очень дружелюбные и позитивно настроенные. Поэтому я рекомендую все-таки путешествовать по Германии. И вот вот этот национальный наряд. Вот так выглядел, вот так раньше одевались. Ну, вот они все это сохраняют, показывают. Ну, естественно, вот я вам показываю такую подборку пива местного. И стоимость его. Это за упаковку стоит цена. Прям есть магазины, где продается прям только пиво. И там очень много пива. Тем более, что там есть какие-то региональные свои производители, небольшие пивоварни. Вот они все продают свое это пиво. Вот стоимость. Это за 6 бутылок. Ну, оно не дешевое, но тем не менее. Вальдхаус, да, называется. Вальдхаус. Когда будете покупать пиво, смотрите внимательно. Там есть алкогольное, безалкогольное. Чтобы вы купили такое, как надо. Вам надо, да? Вот такое вот видео небольшое о Шварцвальде. Именно о Титизе. Если вам видео понравилось, было полезным. И вы тоже хотите совершить такое путешествие, поставьте лайк, колокольчик. За идею, например. Подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Ну и, соответственно, смотрите наш канал. У нас много полезных видео о жизни в Германии. Ну, не только тур выходного дня. У нас есть и обзор продуктов. И как сходить к врачу, например. И так далее. Всем добра, хорошего настроения. Пока-пока.